всем привет друзьям вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия делаю можно так сказать экстренное видео видео включение и видео благодарности поддержки вашей под моим последним видео я уж даже знаете себя и поругала что может быть я поторопилась выставить это видео но потом опять же оправдываю себя что пусть она будет пусть ну как наверное люди знают что с чем можно столкнуться и мне микрофон меня слышат люди или нет с чем можно столкнуться и как вообще может быть на нашем белом свете чтобы вы понимали последнее видео мое было о посылке с вегетативной у меня было петуния и калибрахуа в общем я с нетерпением огромным ждала этой посылки я ждала ее еще весной но из-за пандемии соответственно у продавца не было возможности начеренковать и договорились мы про на осень ну и скажу вот забегая вперед что я не просто так вот ну взяла и глажу глажу тебя глажу глажу я не просто так вот взяла и вот с методом тыкос с первого раза вот нажал искал ай все здесь беру я естественно что за группой вконтакте наблюдала в течение несколько сезонов ну то есть смотрела на работы смотрела на растения смотрела на на отзывы то есть ну как это может да глажу глажу я тебя глажу глаж как как это выглядит растение как человек выращивает из них то есть там и девушка и показывала и видео обзоры делала и все вот и соответственно что я написала что я живу там то там высылаете ли вы по почте то есть ну затем мне был ответ что она рассчитала сколько дней по почте дайду идут черенки и за это время они доходят без проблем и все будет хорошо соответственно заказ приняла как будет заказ готов и все на мне напишет я оплачиваю и заказ высылается так принципе все и произошло то есть она в своей группе так описала всем что вот на конец августа я буду уже делать рассылку после оплаты естественно что все выслалось я по почте все отслеживала и даже вот по почте была отметка что посылка до 100 будет доставлена 28 августа то есть даже так получилось что посылка пришла раньше то есть вчера было 25 число я конечно же очень обрадовалась я подготовилась к этому подготовила фото каждого цветочка я так и думала что я вам сначала покажу вот обзор и потом ну распаковку посылки потом сделаю обзор уже на черенки к что же я именно заказала у меня был такой вот проект грубо говоря да в голове и носила и вот вчера то конечно я еще раз прошу прощения за реакцию то есть так вчера все вот это вот так случилось что и ну я не могла даже подумать что вот у меня так может случиться настолько я как-то была вот уверена в том что но сейчас то уж наше время все все возможно и упаковать и довести и вырастить и так далее ну конечно вот я отсняла я сразу такая думаю как же хорошо что я это все видела на видно что это все делала на видео то есть я решила сразу же выставить ролик на youtube потому что я вдруг такая у меня мысль закралась голове что человек не выйдет на контакт откажется там или так далее думаю ну пусть хоть хотя бы все видят да но я после выставления в youtube я сразу же ей тоже послала ролик вконтакте написала что вот так то и так то посылка пришла посмотрите потом конечно я все отложила все все телефон я пошла смотреть растения в общем я их все равно они просто были пересушены то есть эти были сухие вообще таблетки просто вот ну сухие не как сухарики маленькие я полила с hb 101 водичкой и опрыскала также по листу конечно в надежде что там что-то но там конечно все мертвые и вот буквально там внутри растения вот если дай бог они выходят с это калибрахуа мне не столько даже калибрахуа была важна сколько питунья потому что мне очень хочется иметь у себя вегетативную питунью ну я получается все сделала и потом уже все такая расстроившая пошла в ванну приняла ванну у меня и мигрень началась недавно только было четыре дня подряд тут вроде только успокоилась но и видимо из-за того что перенервничала бахнула голова не очень меня получается из горячей ванны все пошла легла мне муж говорит и видела юля сколько тебе уже комментариев пришло что ты собираешься отвечать ну я пошла смотреть в надежде в первую очередь вконтакте что ответила ли мне продавец смотрю что сразу же был ответ что ну в общем она дико извиняется просит прощения и оправдывает это тем что якобы она болела лежала в больнице рассылкой отправлением черенкованием занималась не она ну я не знаю правда ли это или неправда и мне было предложено два варианта либо вернуть полностью деньги либо вновь она высылает посылку уже с другими растениями другого качества да я сначала такая задумалась думаю ну ну что деньги ну вот я опять ему не я не знаю как мне как у меня уже поднимется снова рука там где-то заказать я даже все теперь буду думать о том что вот как бы вот так вот и я написала что нет мне не нужны деньги мне нужны растения ну потому что ну как но я же видела что она отсылает хорошие растения что там были и фото отзывы что почему и тем более я почитала комментарии что это не в почте дело что это не в не в том что долго так шли черенки то есть это было это было плохое качество черенков я так думаю что после видео соответственно человек все поймет и естественно что она уже мне пришлют другого качества черенки вот и она написала что все хорошо отлично она сейчас тут же там все на черенку и поставить под лампы все сделать для того чтобы всем не выросла и в общем пришлет и потом я уже вернулась снова к ютубу и вот написала общую смс общий комментарий закрепила что потому что я понимала что мне реально на 100 с лишним комментариев ответить это будет уже вечер глаза слепаются и думаю нет я завтра лучше запишу видео всем все скажу и конечно же спасибо вам огромное от всей души за поддержку потому что я вот столько много всего узнала что действительно что нужно вот интересоваться какого качества будто и черенки сколько им будет дней какая у них корневая система какого не будут роста и самое главное как я насколько понимаю что даже важна упаковка то есть вот сколько очень много до огромное количество мнений того что задохнулись растения что не нужно оказывается вот в этих блистрах поступ посылать надо на дальние расстояния то есть вот тут столько важно учитывать тонкости и именно эти тонкости нужно обговаривать с продавцом уточнять узнавать ведь это же все таки наши деньги да пусть это не на большую сумму я посмотрела там люди заказывают и на 50 на 70 тысяч да я там ну каких-то господи гроши но все равно и хочется то чтобы хоть что-то какой-то процент но он был живой и на какой-то процент нужно рассчитывать а не так что просто я достала и я ничего не достал вот и да действительно я тоже так поняла сразу что ну очень маленькие черенки там не было корневой системы такое ощущение что они просто были сострижены и присажены в таблетки и тут же отправлены почтой еще и переувлажнены и действительно они задохнулись жары не было эти семь дней было вообще погода отличная никакой сейчас нету пика жары я думаю что все таки это вот действительно может быть не она черенковала может кто-то помощник какой-то неопытный ай да на 8 но опять вот так стоит задуматься что а как же другие ведь я же не одна то есть это скорее всего большинство людям были отправлены такие черенки ну дай бог если они там отправились за один-два дня дошли а так вот если например там на какие-то тоже такие же как у меня дальние расстояния были высланены черенки и конечно мне жалко тоже остальных людей кто попал вот под эту под это время когда черенковала не хозяйка а кто-то вот поэтому в общем я сегодня успокоилась действительно правильно вы говорите что не нужно отчаяться ну я еще раз повторю что для меня это просто такая была бы неординарная ситуация я не знала не думала что вот так вот она все может быть ну и я хочу сказать что помимо комментариев ю тубе мне очень много вчера пришло и в инстаграме и в контакте голосовых сообщений то есть я уже я приучила всех сейчас голосовым сообщением что вот но я не люблю я вот это вот писать мне легче вот нажать на кнопочку все проговорить своим языком объясните и все и так можно делать ходить что-то не отвлекаться там в эту в эти буквы так удобнее и как-то мы вот с очень многими вот именно что голосовыми сообщениями перри перезваниваемся переговоры ведем и вот в общем и мы старички и новички те кто со мной недавно очень много поддержки пришло и я очень благодарна всем и каждому я вам говорю от всей души спасибо огромное очень много мне поступило предложений выслать по почте каких только цветов спасибо огромное честно я уже говорю что мне не правда неудобно но честно неудобно мне такое кажется ощущение что я ну как я не узнаю даже как это описать вот напросилась что ли или что вот нет я ни в коем случае никуда никому не напрашивалась я я всех всегда благодарю я от всей души и благодарю всех и каждого спасибо вам огромное в этом ролике я скажу миллион раз спасибо но я не устану этого говорить потому что честно ваша поддержка она дорогого стоит и знаете как-то жить сразу же становится легче и наде вот ну как бы чувство действительно вот вы сказали вы поддержали что да ну да вот забей все это к и потом лежу и думаю да действительно чего я так расстраиваюсь зачем у меня голова заболел из-за этого зачем я так все это близко к сердцу восприняла ну что это опыт до что вот ну столкнулась теперь будешь знать уже на будущее будешь вот по-другому там вести эти там переговоры договариваться вот ну как бы на ошибках мы учимся жить и опыт это и в африке он будет мой опыт и я им делюсь с вами до рассказываю показываю ну все как есть в общем ну получила шишку набила и встала и дальше пошла правильно ну и что вы думаете сегодня этот день у меня вообще конечно противоположный он у меня неординарный на эмоции уже какие-то другие и это опять новые для меня эмоции да 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 я вот хоть сижу и с вами сейчас ими хочу поделиться потому что я сегодня целый день одна дочь и у меня с мамули на юге плескаются в море муж у меня на работе в другую смену его вызвали дочь уехала своим молодым человеком за грибами в лес и я вот одна хожу брожу вышла с утра думаю сейчас я по прибираюсь пока дождя нет во дворе потому что полный кавардак у нас там с этим бассейном все подсохло в общем я все посворачивала думаю ну потом сяну потихоньку и вам видео запишу и я получается значит работаю 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 мне подступает звонок звонок ну здравствуйте июля ну здравствуйте мы вот вас нашли мы вот вас хотим пригласить куда сейчас вы упадете меня предлагают приглашают на передачу на первый канал да на первый канал я пока не буду говорить какая передача потому что вечером вот сейчас жду звонка будет повторный звонок потому что мне дали все это переварить и выдать реакцию уже как точный ответ и как бы будет уже оговариваться все моменты ну я знала об этом что меня могут пригласить еще вот когда была пандемия когда был карантин потому что меня сейчас приглашают другой проект так получилось что я неординарная личность есть у меня кое-что неординарное что есть не у каждого и с этим со мною хотят сделать проект в общем взять у меня интервью статью сделать по этому поводу и как бы меня предупредили что будет даже по этому поводу тоже отдельная передача и возможно вот они ищут таких людей может быть вас и пригласят но так как сейчас карантин конечно это случится не скоро и так далее ну я как-то тогда естественно что я в это вообще не восприняла и думаю да ну как где я там да и в селе живу там кто я такая чтоб меня на первый канал приглашать вот но получается с тем проектом мы договорились мы согласовали уже сценарий и по идее должны были приехать ко мне сюда снимать меня здесь ну потому что мне принципе неохота ну как бы говорили что да вы можете к нам москву приехать мы вас и в москве от снимем но я же ведь работаю я не кину так просто работу то есть я мне лучше чтобы они за сюда приехали здесь меня сняли и все и мне вот не отрывайся дома я дала интервью и так далее вот ну и оказывается что на самом деле позвонили и на самом деле приглашаю вот я вроде бы согласилась представляете то есть в общем сказано что дорога полностью оплачивается трансфер от гостиницы до останкина оплачиваются я говорю ну ладно я подумаю посмотрю прикину трубку положила такая хожу и не понять ничего не могу мне как раз мамуля звонит игру мамуля ты представляешь она ой ничего себе так соглашайся поезжай я буду ну в общем завтра мне завтра и как раз день на работе в планах у меня ну поговорить с начальницей чтобы она мне дала пару отгулов ну в счет отпуска быть может все таки я объясню что не просто так и там с грибами пошла на первый канал поеду надеюсь все таки меня начальница поймет и даст мне отгулы ну подмениться в принципе есть с кем так что думаю что будет в этом плане все хорошо но на этом то еще не закончилась моя сегодняшняя карусель событий мне еще потом поступает звонок что юля вот мы вам писали тоже был в начале там еще весны мне писали мне писала организация которая вот озеленяет город там ну близлежащие города и они мне писали что возможно мы вас пригласим как вы на это смотрите и так далее ну я как бы ответила что ну да ну ладно я возможно соглашусь и мне вот говорят что мы сегодня готовы вас принять если у вас есть возможность можете приехать мы с вами пообщаемся ну в общем села я в автобус и поехала как раз думаю я до дождичка успею на зонтик с собой захватила вот приехала значит и мне говорят что хотят со мною заключить проект на озеленение одного предприятия в там они озеленяют огромные клумбы вазоны сказали что этот в общем получается заказчик очень капризный ему нужно чтобы вот они высадили ему вазоны цветы уже вот огромного размера и уже цветущие то есть не так как вот например они вот покупали они мне показали все что вот они покупали там ну вот такой вот примерно я так понимаю предполагаю что пол-литровом стакане там с несколькими цветочками и им этого мало то есть получается чтобы на начальном-то этапе что пусто в вазонах а им хочется чтобы сразу же там была красивая шапка и ну соответственно на бегом она росла и вот связи с этим они ко мне обратились что если у меня условия вырастить уже подрочную рассаду ну я им перечислила ассортимент своей рассады подсказала что я думаю что беспроигрышный вариант будет этой да ну то есть можно конечно там предложить посмотреть ассортимент они мне дали прайс где там вот указаны несколько видов вазонов которые нужно озеленить то есть там ишь и большие вазоны и там есть прямоугольные очень много там всяких разных но от меня требуется в общем посмотреть сказать количество и сколько будет стоить моя работа ну то есть за сколько я им продам вот это вот готовую большую рассаду ну и в дальнейшем естественно что если им их по им их будет устраивать моя рассада им понравится как ну как она будет выглядеть то они сказали что и в дальнейшем уже не с не с одним предприятием заключит договор чтоб я ни одно ни один комбинат озеленяла а и то есть они не показали что очень много они озеленяют предприятие там городских клумб и так далее ну и чтобы в общем вот вы представляете со мной заключит договор на дальнейшее сотрудничество то есть я уже буду знать что мне у меня уже будет покупатели у меня уже будет работа и я в общем такая вышла дождь идет и я под зонтиков иду этого дождя не чувствую ветра тоже не чувствую в автобус обратно села такая еду и думаю сегодня что вообще за день то я вообще стой ноги встала или мне может быть ущипнуть себя или что вообще сегодня происходит или быть может вот небеса решили так вот надо мной снизойти за вчерашние и сегодня вот так вот меня тут ашарашить аж двойным ударом по голове не знаю вроде бы как третьего удара не жду куда еще больше но тем не менее в общем вот такие у меня друзья для вас новости я очень хотела вот прям с вами поделиться не знаю может быть она опять и не стоит завтра буду ругать себя ну почему бы нет пусть я с вами буду делиться все равно продолжать потому что я чувствую от вас обратную связь я чувствую диалог я чувствую поддержку вы у меня есть и вместе мы сила я с вашей поддержкой с вашей помощью я все смогу я знаете с каждым днем вот настолько становлюсь увереннее в себе и я просто напросто вот благодарна благодарна всему всевышнему что так на самом деле происходит что все что не делается это все к лучшему значит так это должно было случиться значит так должно было произойти значит еще раз повторю все что не делается все к лучшему вот такие у меня новости для вас сегодня были я еще раз благодарю всех и каждого от всей души за поддержку за комментарии за лайки знаете еще что хотела сказать в конце видео так как мое видео вчерашнее набрало огромное количество просмотров у меня муж с лес в аналитику видео и он меня подзвали говорит иди сюда посмотри что вот оказывается вот подписчиков моих например вот из 100 смотрит меня 22 процента остальные проценты смотрят меня не подписчики я такая как так может быть то он говорит вот так почему ты говорит не говоришь чтобы люди подписывались то есть люди вот например в к и поисковике они набрали они посмотрели ролик а подписаться они не подписались всегда говори напоминай людям чтобы они подписывались нажимали на колокольчик про лайк же ты говорит не забываешь говорить и говори про подписки но я я действительно вам честно скажу я не задумывалась о том что оказывается такое может быть то есть 22 процента это мои подписчики остальные проценты это не подписчики меня смотрят не понимаю вот так что сегодняшнего дня простите меня но я буду напоминать вам чтобы вы подписывались нажимали на колокольчик а про лайк я всегда говорю если мое видео вам было хоть чуточку полезным и быть может интересным не забудьте пожалуйста поставить мне пальчик вверх всем спасибо огромное за внимание всего вам доброго крепкого вам здоровья до новых встреч и до новых видео пока пока